Радио 54 Материалы бывают разные. Вот, например, недавно мне удалось достать волос Мамонта. Вот его вот так вот... А задача с этим вопросом, где достать волос Мамонта? Ну, вот, тем не менее... Музей. Тем не менее, мне... Слюбы, нет? Удалось достать этот волос. Музейщики очень неохотно идут на то, чтобы что-нибудь дать, потому что для них это, ну, невероятно просто что-то. Ну, вот, мне удалось волос Мамонта достать, и я сейчас работаю над следующей микроминиатюрой. На торце волоса Мамонта будет маленькая фигурка Мамонтенка. Она будет объемная, она будет вращаться, и работа уже на финальной стадии, и я надеюсь, что на этой неделе я закончу, и в субботу-воскресенье она уже там появится на выставке. Так что всех приглашаю, пользуюсь случаем, прийти посмотреть эту новую работу. Я даже не могу себе представить. Это выглядит, как каждый экспонат под микроскопом стоит. Да, каждый экспонат стоит под микроскопом, совершенно верно. Еще и вращаться будет. Там еще механизм какой-то вы туда загубените. Ого, вот это да. Я думал, что в какой-то момент Владимир скажет, так, собственно, вот мои экспонаты, вы их просто не видите. Они везде. Они везде. Вы являетесь рекордсменом Книги рекордов России. Да. Готовите какой-то новый рекорд, достижение? Да, вернее так. Я работу сделал уже по просьбе питерских музейщиков. Я сделал самые маленькие памятники Чижику-Пыжику на торце волоса, и самый маленький памятник Петропавловскому Зайцу. Вот возле Петропавловской крепости, там Зайц на бревне сидит. Вот два вот этих памятника я сделал, и планирую подать заявку, как самые маленькие копии питерских памятников. А чьи волосы там использованы? А там на конском волосе я Чижика-Пыжика установил, а Зайчик на срезе макового зернышка. Я даже себе представить это не могу. Маковое зернышко, мак. Это же вообще, это же, это рис, это огромное по сравнению с ним. Да, рис порядка 6 миллиметров длина, у макового зернышка 1 миллиметр, да. Я иногда не могу вот нитку в иголку ввести. Да ты без очков людей не узнаешь, что полметра от тебя проходит какой-то. Хорошее зрение надо? Нет. Хороший микроскоп нужен. Хороший микроскоп нужен, да. Микроскоп, он позволяет под любое зрение подстроиться, потому что там окуляры имеют настройку. У меня зрение, конечно, падает, но падает оно по двум причинам. Возрастная и большая работа, большое время работаем за компьютером. Я же на работе за компьютером работаю. Но мы желаем, чтобы еще больше было рекордов и достижений у вас. Благодарю вас. Твой дом. Твоя область. Новосибирск. 106,2 FM.